Хотелось бы поговорить с вами об готовящемся контрнаступлении вооруженных сил Украины. Про даты, конечно, там и направление разговаривать, думаю, сейчас не стоит. Пускай оставим это дело тем, кто планирует сейчас такую военную операцию. Давайте поговорим скорее об условиях нашего успеха. Мы видим, что продолжает поставляться в Украину военная техника, наши военные проходят обучение. Вторая группа украинских артиллеристов завершила обучение в Британии недавно, на САУ АС-90. И Алексей Резников анонсировал уже, что конец апреля, май месяц, как раз то самое контрнаступление может и начаться. Как вы думаете, какие условия нам необходимы для того, чтобы эта военная операция прошла так, как мы того желаем? То есть, что мы уже имеем и что нам просто критически необходимо? Не то, что желательно, а вот прям необходимо для успешной этой операции? Ну, в первую очередь, конечно, мы уже создали предпосылки того, что мы уничтожили большую часть профессиональной армии России. Это первое условие, что она не может не только активно отступать, а эффективно защищаться. Это одна из решающих задач, когда противник лишен боевых средств, которые имеют боевую подготовку, очень большой опыт войны и, конечно, передовую технику вооружения. Вот по всем направлениям Россия, по мноим частям, бесценна. Да, она еще имеет большой потенциал, но это уже не тот эффективный, который имел и в начале войны, и даже последние где-то полгода. На сегодняшний день, конечно, мы защищаемся, определенные потери и у нас есть, но не те, которые там указывают аналитику изучения войны, что мы тоже теряем большие-большие резервы, которые могли бы использовать для наступления. Наряду с тем, что мы теряем 1,5, 1,7, по некоторым направлениям 1,10, с учетом новейшей техники вооружения и то, что мы защищаемся, они нападают. Это совсем другая категория, другие потери. Вот, с другой стороны, мы научились воевать. Это у нас не мобики, а люди, которые уже прошли горнило войны и могут эффективно выявлять тактику противника и противодействовать по определенным направлениям. И тактика уничтожения противника была избрана правильной. То есть, первый этап мы решаем. Второй этап, конечно, это подготовка нашей вооруженной силы средств. И, в первую очередь, это, конечно, новейшая техника вооружения. Вот два крайних рамштайма были решающими для того, чтобы подготовить нашу армию, наши в целом все подразделения для решающих наступательных операций освобождения территории. И вот тут уже поставлено 3-4 месяца с учетом их снятия с хранения или с вооружения наших стран-партнеров, обучения наших военных на территории этих стран или третьих стран и, соответственно, перемещения их на территорию Украины, в ведениях в наши части, это батальоны, бригады или это уже более крупные соединения уже вооружения и техники, проведение слаживания и подготовка стратегических наступательных операций к Генштабу. То есть, эти все средства должны быть сразу же, с разных, так сказать, сегментов и по разным направлениям уже работать. Все программы, они, конечно, имеют активное сегодня направление реализации. Целые караваны, показывают даже по телевидению, стоят вооружения, техники, боеприпасы, системы противовоздушной обороны, ракетных систем. Это то, что сейчас, как кровь, нужно нам, особенно боеприпасы дальнего действия. Это, конечно, ракетные комплексы, достающие 150 и менее, немножко километров, но они эффективно могут считать резервы. Это, конечно, бронетанковые кулаки, это противовоздушные системы. Как-то Кискур на фронте сбивать самолеты и вертолеты, они уже боятся залетать. Так и стратегические, типа, мы уже говорим, патриоты или санкции и другие, которые сбивают баллистинские ракеты, которые бьют по всем городам Украины. Это то, что сейчас мы говорим, как основной боепотенциал. Вот еще недостаточно, но они уже являются базовыми. Это уже целые бригады танков различных типов. Леопарды, Чернджи, Абрамсы, Т-72, несколько сот модернизировав под натовские стандарты. Это, конечно, БМП, несколько так же сот. Это САУ с очень мощными возможностями наведения и дальней боевностью 40-50 километров. Это очень мощно бьет. Любые танки БТР сносят полностью. Это ракетные системы. То есть это то, что сейчас пребывает уже в полном ходе, практически уже идет стадия где-то приближения к реализации уже в завершении, наверное, на протяжении нескольких месяцев. Поэтому вот этот потенциал, наряду с подготовкой новых бригад, включая бригады прорыва на базе МВС, Нацгвардии, пограничников, Минобороны, то есть Генштаба, в первую очередь. Конечно, спецпоразведение, спецвойск наших, это еще одна составляющая. Это все создает предпосылки очень мощной координации СИОС в Украине в целом. Это система управления новая, которая дает возможность командованию полностью видеть, что происходит на поле боя в различных секторах и в целом по всей территории ведения обороны, на всей восточной границе. Или, например, границе с Белоруссией. Это, конечно, разведка мощнейшая, которая контролирует все ресурсы, которые поступают в территории России и Белоруссии. Это движение и контингентов, это войск и уничтожение их, тут дачи команды, страны, подходы. Это, конечно, укрепление наших направлений, основных обороны, которые мы видим, что тут основные силы противника. И, конечно, подготовка неожиданно для противника, ударный групп и, соответственно, мощный групп прорыва, которые могут развивать наступление тактического и стратегического уровня. Вот это сейчас основной процесс, который идет день и ночь, прямо скажу. И, конечно, это ближайший рейсников говорит, да, как и мы раньше, неоднократно говорят, где-то примерно вот конец апреля-май. Ну, при первом сроке такие же, может, чуть-чуть сдвигается на 2-3 недели больше, но это уже не принципиально. Самое главное, что эта вся система задействована, она готовится, планы, соответственно, готовятся и, конечно, обесцениваются усилия противника. Где, как будут проводиться, какие будут отвлекающие удары, какие основные, это уже Генштаб разработает. Я думаю, что как раз весна-лето, это будет уже театр активных боевых действий на правильное освобождение как востока нашей страны, так и юга. И эта перспектива реальная. Но и аналитики говорят, что нереально Крым, но я даже в этой ситуации говорю, успешное наступление на южное направление, тем более стратегического уровня, с активной фазой удара по противнику в различных секторах, как и в тылу, по огневым средствам, по складам, по штабам и по фронтовым, буквально подразделениям, проведение обходных маневров, ударов с тылов, слангов и, конечно, фронтовые наступательные операции, они могут привести к огромным потерям противника, бегству его за Крым. И мы можем заходить также на крымские паришеи прямо на плечах этих отступающих, не врезаясь в оборону, где они готовят, а прямо за ними. Это очень эффективная система начала освобождения Крыма. А там уже мы говорим по многим нашим оперативным данным, конечно, и военные, и гражданские россияне уже готовятся к эвакуации и бегству. Тем более, если мы решим в этот период, это как раз решающий формат, когда будут военные действия идти и по Крымскому мосту, что и нейтрализовать, фактически уничтожить, это позволит в ловушку замкнуть определенный контингент. Это не будет мощный плацдарм, это будет ловушка. В данной ситуации мы их с разных сторон возьмем и огневыми средствами, и наступательными операциями, если мы зайдем по перешейку прямо за ними, и, конечно, очень мощными ударами по Черноморскому флоту, различными системами дальнобойной артиллерии, как раз корабельных возможностей, которые бьют на 200-300 километров, это то, что позволит нам и выгнать, просто даже этот флот, возможно, если уничтожить, но Российск. То есть, и даже такой базы не будет мощной, которая поддержала бы Россия. Поэтому в данный момент есть очень разные сценарии. Я назвал только самый такой активный, оптимистический сценарий, который может быть работать на ближайшие перспективы. Я думаю, что и команда сегодня оценит ситуацию, именно исходя из возможностей наших, действительно перспектив, и самое главное, что этот вопрос очень важен не затягивать надолго, потому что в любом случае тактика и стратегия, особенно России, это затяжная война с целью измотать ресурсы, добиться, чтобы слабая поддержка Запада, а сами потихоньку наращивать ресурсы, дать тяжело найти новую мобилизацию, готовить на базовой ПК старое, но оновленное оборужение, и получать партнеров, которые они когда-то продали новейшую технику вооружения, назад они пытаются сейчас возвратить. Ну и для этого нужно месяцы, очень многие, полгода и год. Поэтому не дать им возможности, это наша сегодня первая задача. А за это время решить вопрос освобождения нашего государства. Николай Григорьевич, напоследок еще хотел бы обсудить с вами заявление главнокомандующего Валерия Залужного. Он в который раз в интервью сакцентировал внимание на то, что Украине необходимы прямо сейчас современные истребители F-16. Тем временем в администрации Байдена продолжают заявлять, что сейчас для них, для этих бортов, не время. Глава Пентагона, хоть и допустил передачу Украине этих истребителей, заявил, что подготовка может занять примерно полтора года. Но понимаем, что полтора года, даже если говорить о том, что наши пилоты должны научиться летать на таких бортах, это все равно очень долго. Почему все время акцентирует главнокомандующий наш Залужный на том, что эти истребители необходимы сейчас? Мы знаем, что недавно передала Словакия на несколько своих мигов, готовится Польша. Что умеет этот F-16 такого, ну, какие функции его нам просто необходимы в ближайшее время, возможно, для контрнаступления из тех, что, например, невозможно воплотить в жизнь, например, на тех же мигах? Конечно, наличие таких самолетов, как F-16, это многоцелевой и бомбардировщик, он может и работать как истребитель, он может запускать баллистинские ракеты, то есть это как бы мощная такая огневая крепость, которая летает на небе. То есть она может и стрелять и ракетами, и, соответственно, боевые припасы по фронту, и, соответственно, проводить очень эффективную разведку, проводить склаживание, получая разведданные, то есть он очень эффективный во всех боевых операциях непосредственно на фронте, против фронтовой зоне. И, конечно, поражает громадное количество целей, поэтому данная ситуация, он очень важен. Но это пока позиция начальника штаба. Она правильная, но она нереальна на сегодняшний день. Сегодня действительно нужно работать на их получение. Но получить так быстро, если мы реально стоим в ситуации, практически невозможно. Руководство США заявит о том, что они готовы передать, но переговоры нужно вести. И сегодня говорить о чем? О том, что в ближайшее время получить их нужно. Мы готовы их освоить, готовы готовить наши аэродромы, потому что они не подходят к F-16. Готовят ремонтную базу, систему навигации, систему управления. Видите, я сколько называю? Это все нужно готовить. Для того, чтобы это все подготовить, нужно время. Еще даже решения нет, но время. Это по самым лучшим оценкам, это начиная от полгода до 8 месяцев, это самый оптимистический прогноз. Нас, да, действительно, мы должны работать на это направление, ничего нас не ограничит. Чтобы получить через 6 месяцев, уже мы освоили через 8 или через год, как там говорит уже и Остин, и другие. Это наша перспектива обороны. Но сегодня мы говорим о наших сегодняшних потребностях, которые действительно мы можем реально получить и получаем. Это что нужно? Заменить эти системы. Если мы говорим о авиации, но пока МиГ-29. Это только усиление нашей авиации. Самое главное заменить ракетами, заменить дронами, заменить эффективные системы наземного базирования, которые могут наносить колоссальные удары, как западные, так и наши ВПК, типа Альха, пробьют на 200 километров. А это замена. Это будут уничтожать, как и самолеты, и все континенты, которые будут двигаться на поездах, в колонах, и склады, и штабы, и систему управления, и любые резервы. И, конечно, они в средств на поле боя. Поэтому вы еще не готовы нам надать, но мы просим, работаем над этим вопросом, самолеты Ф-16. Но сегодня мы получаем то, что заменит эти средства непосредственно и в обороне, и на поле боя, и наступательных операций. Мы уже имеем эти средства. Дроновая команда и армия. Это еще одни средства, которые подменят, пока не поступили, Ф-16. Это, конечно, дальневольная артиллерия, которая бьет именно и по полю боя, где-то 50-60 километров, которая Россия не достает. Это целый фронт, но их должно быть тысячи, прямо говорю. Это не хаймерсы, например, или насамсы, которых там несколько десятков, там всего получается. Это сотни, сотни, сотни тысячи, которые полностью защищают всю линию огня. Это 1200 километров, если мы говорим, по всему направлению. Вот это да. И несметное количество боеприпасов. Вот боеприпасы, это еще больше, скажем, номер один. И ракеты, и снаряды, и мины, и боеприпасы к обычному вооружению. Это то, что сегодня требует армия. Бахмутцы, хлопцы стоят там. Да, действительно, дефицит чувствуется определенный. Нужно пополнять быстро, буквально ежедневно. Вот точно так же. Волюдар, точно так же, Авдеевка, Севастовый криминал, по всем направлениям. Вот тут мы будем на коне. Когда мы будем перевесить и в новейшем вооружении техники, дроновой команде, систем противовоздушной обороны и немедленное количество боеприпасов, которыми он использует высоко точно и эффективно, по большим контингентам вот этих неэффективных средств Российской Федерации. Это как раз тот период, который даст нам очень мощные возможности уничтожить все то, что есть там живое на поле боя или на подходах и, конечно, дать возможность развивать наши наступательные операции. Тут действующая авиация, которая еще есть, будет сопровождать эти процессы. Да, она не будет стратегического уровня, но хотя бы поддержка тактически и возможность защищать от авиации противника рядом с системой ППО. Это фунт сради выполнен, но те средства, которые получаем, как и сказал Остин, как и сказал Мила, они на сегодняшний день самые актуальные, поступают самым быстро и могут эффективно, самые эффективные использования для наступательных операций в Украине. Продолжение следует...